За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении ВСУ после понесенных значительных потерь у села Терновая перестали контратаковать в направлении российской границы. Российские войска сразу же воспользовались инициативой, оттеснив ВСУ не только от Терновой, но и от перемоги. Сейчас данный поселок находится под контролем Российской Федерации. Со стороны Лепцов войска успешно провели атаку, захватив село Великие Проходы. К западу от Казачьей Лопани также было продвижение со стороны российских войск. В результате был взят Гурев Казачок. На Изюмском направлении российская армия взяла село Пасека. Сейчас идут бои за село Богородичное с тем, чтобы окружить группировку ВСУ в районе Светогорска и обеспечить себе плацдарм для штурма Славянска с северной стороны. Северодонецк в ходе боев частично занят российскими войсками. И хотя до полного контроля дела еще не дошло, бои из пригородов перешли в городскую черту. Под контролем российской армии находится северная часть города. У ВСУ сохраняется частичная возможность снабжения и отступления по мостам между Северодонецком и Лисичанском. Из трех мостов уничтожен только один – Павлоградский. Второй мост Сенецкий находится под огневым контролем российской армии. Третий мост Сиротинский не способен выдержать тяжелую технику, поэтому выйти в ВСУ из северодонецка будет непросто. На Луганском направлении идут бои к северу от Попасной. Намечается окружением группировки ВСУ в Золотом и Горском. Камышеваха наполовину занята российскими войсками. На Донецком направлении продолжаются бои за Авдеевку с северо-восточной стороны. Артиллерия ДНР и российская авиация наносят удары по позициям ВСУ в промзоне Авдеевки. В освобожденный порт Мариуполя прибыл первый сухогруз РМ-3 из Ростова-на-Дону. С Мариуполя будут доставляться строительные материалы, а вывозится металл. Началось морское сообщение с портом, что способствует более быстрому восстановлению и развитию Мариуполя.